Оралия маньчжурская, полезные свойства и противопоказания. Деревцы высотой 1,5, 2м высотой, ствол покрыт многочисленными шипами. Листья длиной до 1 метра расположены на вершине деревца, поэтому оно напоминает пальму. Листья трижды перестосложные из двух, четырех пар доли первого порядка, состоящие из трех, девяти черешатых листочков. Черешки листьев также усыпаны шипами до 1 сантиметра в длину. Листочки яйцевидные, чашечка цветка состоит из пяти зубчиков, лепестки желтовато-белые, имеют пять тычинок. Цветы собраны в соцветия, густые метелки длиной до 45 сантиметров, соцветия расположены на вершине ствола зонтиком. Цветет оралия маньчжурская в июле-августе. Плод, сине-черная ягода с пяти косточками, плоды созревают в середине сентября. Использование. В качестве сырья используются корни, богатые витаминами группы, аскорбиновой кислотой. В корнях содержатся тритерпеновые сапонины, орлозиды, аф-с, присутствуют следы алкалоидов, есть эфирное масло, гликозиды и жирные кислоты. Препараты оралия оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему больше, чем женщины. Настойка из корня оралии маньчжурской способствует снижению кровяного давления, улучшает аппетит и сон, а также общее состояние здоровья. Препараты оралия снимают чувство усталости, укрепляют нервную систему. Полезные свойства благодаря уникальному составу полезные свойства оралии маньчжурской находятся на высоте. Принимая продукт в настойке или в таблетках, можно оказать на организм следующее положительное воздействие. Диулитическое влияние, общеукрепляющее действие, тонизирующий эффект, гипотензивное действие, улучшается гормональный фон. Это автоматически увеличивает половое влечение и потенцию. Современные врачи назначают оралию при таких проблемах со здоровьем, как, проблемы с пищеварением, заболевания нервной системы, сбой в функционировании репродуктивной системы, психические заболевания, проблемы в эндокринной системе, снижение иммунных сил организма, наличие разного рода инфекций и инвазий. Если перечисленные заболевания находятся на начальной стадии и не дали особых осложнений, препараты в оралии способны помочь. Противопоказания Есть несколько противопоказаний к употреблению культуры. Не рекомендуется употреблять оралию при наличии таких проблем. Эпилепсия, проблемы со сном, обострение артериальной гипертензии, нервная возбудимость, проявление гиперкинеза. Не нужно пить настойку перед сном. Это может вызвать бессонницу. Если нарушить правила употребления, если превысить дозировку, человек почувствует тошноту, нарушится дыхание, он может потерять сознание. При появлении симптомов прием препаратов стоит сразу прекратить. На этом все, до скорой встречи, подписывайтесь на мой канал.